Здравствуйте! В годы моего давнего советского детства у нас у советских детей из капиталистических стран самой популярной была Франция. Ну, во-первых, во Франции там Фантомас, само собой, там Мушкетёры, там все эти вот фильмы, где шляпы с перьями, дамы в декольте, шпаги и всё такое прочее. А вторая по популярности кап-страна у нас была Швеция. Понятное дело, там Карлсон, там всякие герои детских книг, всё оттуда, к нам многие попали. Вообще-то, говоря, к шведам, как ни странно, мы относились очень хорошо ещё и потому, что в хоккей всегда у них выигрывали. Наша сборная выиграла у шведов, шведы в чехословатской сборной. Чехословатская сборная в финале чемпионата мира выигрывала у нас и звучал советский гимн, потому что по разнице забитых и пропущенных между этими тремя командами наши были на первом месте становились стабильными чемпионами, да, вот благодаря помощи шведской сборной, кстати говоря. Вот. И да, ещё мы помнили Северную войну, времена Петра Великого, Полтавская победа, всё-таки мы же победили-то, да, под Полтавой-то. И потом Пётр Первый очень уважал шведов, он называл их наши учителя, выпьем за наших учителей. На, так сказать, банкете по поводу Полтавской победы он пригласил и шведских генералов, вот их на почётные места посадил, вот наши учителя, он им сказал. Вот так вот. Ну так вот, короче говоря, первый раз что-то такое необыкновенное о Швеции я узнал уже во взрослом возрасте, вполне. Вполне во взрослом возрасте, но это по степеньшним понятиям, я ещё был школьник, комсомолец, сижу, значит, я в зале Дворца культуры, какой-то должен быть праздник, то ли сто лет Ленина, то ли ещё что-то в этом роде, и читаю газетку «Комсомольская правда». Это сам третья страница, там про международные дела, там какая-то статья про Швецию, на одну, так сказать, третьей страничке. Что-то там такое, типа, как тяжело жить в Швеции на самом деле, да, там небольшие иллюстрации, которые иллюстрируют, так сказать, тезис из популярной тогда песенки про советских граждан, выездных в командировки, вот так, пока песенка была. Их приветствуют арабские народы и развратом потрясает их Стокгольм. Что-то там про стокгольмский разврат, но всё, ничего ниже декольте тогда нам не показывали. Вот так. А там пишут, вы знаете, в Швеции жить-то вроде сытно, потому что в Швеции самый высокий уровень жизни. И вот тут я удивился, как так, в Швеции самый высокий уровень жизни? Я в ту пору был уверен, что это у нас самый высокий уровень жизни, представляете? А я был ведь читал ежегодник большой советской энциклопедии, такое ежегодное издание, там про все страны мира было. А вот я этого не понимал, что у нас не самый высокий уровень жизни. Вот второй раз про Швецию я нечто необыкновенное узнал уже в институте. Там, знаете, в институте нам преподаватели иногда такое рассказывали, что, в общем-то, я нигде больше ее не слышал. Вот. И вот нам рассказывают они. Сейчас про это мы можем и в книжках почитать. Почему, говорит, так, Германия долго воевала вот против Советского Союза и его союзников? А дело в том, что ей помогала Швеция. Швеция была нейтральная страна, но, тем не менее, она умудрялась поставлять Германии шарикоподшипники и железную руду. Понимаете, она оставалась формально нейтральной, потому что противодействовать ей не могли ни Советский Союз, ни ее союзники. На Балтийском море доминировал германский флот. Наш флот был заперт в Финском заливе, британский флот не мог проникнуть через проливы черноморские. Как иногда какой-нибудь герой-подводник британский или советский выходил в акваторию Черного моря, топил в прибрежных водах шведский какой-нибудь шведский транспорт с железной рудой или с подшипниками. Вот. Ну, кто потопил? Не знаем. Это же нейтральная страна. Вот так вот. Вот как было дело тогда в ту пору, да? Вот. Вот какие интересные вещи я узнал. Кстати говоря, я уже был кандидатом наук и прочитал в журнал следующее, что оказывается до середины 60-х годов, 1960-х, в шведском законодательстве был такой пункт о стерилизации лиц неполноценных рас. То есть у них, если черепа не нордические, детей им иметь было, не положено было по тогдашнему шведскому законодательству. Спасибо вам за внимание. Всех вам благ и удачи.